так какой то здесь домик находится сейчас проверим что-то там такое да я бы не отказалась такой в детстве домик себе иметь для игр особенно с таким видом прикольным вот это вид даже балкончик есть не видно сейчас конечно же нету цветочков пока обычно летом там все в цветах есть только малыши такие пока растут наконец-то я сюда выбралась давно давно хотела пока иван гуляет по центру я гуляю по саду это butchered gardens очень в принципе известный я так понимаю сад и очень большой вот наслаждаюсь красотой и купила себе даже на целый год входной билет абонемент такие большие деревья стоят так что теперь у меня есть абонемент и будет повод сюда ходить почаще особенно сейчас будет весна и будет куча 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 всяких цветочков а вот мои любимые подкнежнички уже тут есть так посмотрим что там такое шумит а это фонтанчики здорово даже можно чуть-чуть пройти пониже я взяла бинокль в всякий случай думала может здесь будут птички но пока нету только там вот какой-то монумент стоит в виде птиц и все так а вот я уже спустилась в эту долинку которую я из домика снимала так здорово конечно погулять и наслаждаться природой удивительно что мне так нравится это делать но на самом деле собраться и выйти из дома бывает очень тяжело несмотря даже на то что я знаю что мне прогулка по природе доставляет колоссальное удовольствие такие интересные деревья самое замечательное кстати во всем этом это то что этот сад находится всего лишь 15 минутах езды от нашего с иваном дома так что можно сюда ездить хоть каждый день но я почему-то здесь было только несколько раз хотя мы на остре уже пять лет живем даже больше много ну вот так что теперь купила абонемент и буду себя ездить сюда ездить почаще может быть иван со мной сюда как-нибудь ездит когда будет побольше цветочков вот здесь какая-то прям гора целая есть можно туда забраться посмотрим может заберусь в общем мы здесь теперь в доме где жил создатель этого огромного сада ты конечно пока не до конца поняла это просто было его усадьба и такой он сделал огроменный сад это конечно впечатляет так сейчас я покажу вот это гостиная его было здесь столовая вот даже самовар мебель говорят вся оригинальная сейчас пойдем посмотрим еще какие-то комнатки ты не знаешь что за комната была она выглядит очень внушительно да ну в общем они здесь в начале двадцатого века жили так понятно что у него была какая-то фабрика которая производила цемент вот это я даже не знаю что это такое за аппараты тут а вот это это пианино что ли вот это серьезно а это какие-то музыкальные шкатулки видимо написано что можно даже попросить продемонстрировать и и такой вид на сад у них был и даже бильярд куда же без него это видимо какая то комната была всяких развлечений всяких развлечений рояль бильярд глоус все что нужно круто я думаю для начала двадцатого века это очень они шикарно жили это все тоже для бильярда так посмотрим что в этой комнате ну это прям такая очень какая-то симпатичная комната я бы мне кажется здесь бы какие-нибудь книжки читала или писала картины или книжки выписала тоже старинные фотографии в общем послушала немножко экскурсовода и она сказала что мистер бутчарт приехал сюда первый раз в 1902 году и он вообще планировал здесь организовать цементную фабрику в принципе которую и организовал и сад начала делать его жена потому что когда она сюда изначально приехала здесь были земли фермерские и они ей очень понравились потому что они были такие все угрюмые она захотела уехать даже обратно в Торонто я так понимаю изначально они были из Англии может быть но не суть важно в общем она решила остаться все таки и приукрасить местный ландшафт и это в итоге выросло в огромный сад цементная фабрика действовала какое-то время неподалеку отсюда но потом все ресурсы там исчерпались и она закрылась а этот сад так и передается по наследству и до сих пор даже на территории этого сада где-то живет я так понимаю правнучка праправнучка что ли наверное праправнучка или правнучка что я не запомнила это конкретно мистер и мисс миссис бочерт которые изначально сюда приехали так что такая вот забавная история это все и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok